Лёня пойдёт делать его самостоятельно. Пожалуйста, у вас индивидуальное задание. Урок русского языка у доски ученик пятого класса Леонид Итин. Увлекается чтением фантастики. Любовь к книгам и русскому языку ему привела классный руководитель Светлана Гафарова. Она ласково называет своих учеников «мой дружочек». Оттого и обстановка в классе дружная. Светлана Инверовна нас очень хорошо учит. Она не даёт нам отвлекаться. Конечно, это хорошо. Это потом нам пригодится. И Светлана Инверовна нам даже по секрету что-то объясняет. Профессиональный секрет прост. Как правило, жиши. Любить своё дело. Светлана Инверовна – педагог в третьем поколении. Мама и бабушка тоже преподавали русский язык и литературу. И уже четверть века сама Светлана – учитель Зареченской средней общеобразовательной школы. Результаты её выпускников впечатляют. Лучшие по ЕГЭ и ОГЭ не только в области, но и по всероссийским меркам. Если у ребёнка всё-таки есть любовь к русскому языку, если учитель является примером ответственного отношения к своему предмету, то и ребёнок тоже наследует вот эту ответственность свою и перед языком, и перед тем, как он разговаривает, что он говорит. И, в общем-то, даже в переписке с друзьями старается писать грамотно. И пока пятиклашки делают первые шаги в изучении прекрасного русского языка, выпускники становятся студентами лучших вузов страны, среди которых МГУ, Бауманка, университет имени Кутафина. Настюша, как я рада тебя увидеть. Анастасия Нетреба – выпускница Светланы Энверовны, будущий инженер. Учится в технологическом университете Мирея. Только сдала первую сессию, сразу пришла рассказать об успехах к своему классному руководителю. Можно, наверное, бесконечно говорить о заслугах преподавателя, о том важном и серьезном труде, который совершает учитель ежедневно. Но вот с особой, наверное, любовью мы всегда говорим о тех днях, которые мы провели именно с ней, о том, сколько она нам всего подарила. В этом году пора поделиться опытом, решила администрация школы. Светлана Гафарова проходит конкурсный отбор для участия в национальном проекте образования. Для этого необходимо собрать портфолио за три последних года. И, судя по весомым папкам, этому учителю есть чем гордиться. Заслуги едва умещаются на бумажных носителях. Но самое ценное, по словам Светланы Энверовны, – любовь ее учеников.